Депутатам областного парламента придется столкнуться с тем, что оставил им в наследство предыдущий созыв. Речь о недостроенных объектах к 300-летию Омска. Один из самых важных – поликлиника на тысячу посещений в смену. Комплекс теперь будут достраивать мячи. Компания «Домострой» – фирма принадлежит Павлу Оркишу, сыну известного омского строителя Сергея Оркиша. Компания существует около 9 лет. Тахмина Тенесова проанализировала финансовые показатели компании. Чтобы понять, как ей удалось выиграть конкурс и сможет ли она достроить лечебное учреждение. Руководитель компании «Домострой» Павел Оркиш – сын известного омского бизнесмена и бывшего депутата законодательного собрания Омской области Сергея Оркиша. Компания была создана в 2007 году, однако в течение 6 лет не показывала ни доходов, ни расходов. И либо организация не отчитывалась налоговой инспекции, либо просто существовала лишь на бумаге. Только в 2013 году предприятие начало работать. По документам можно проследить, что 3 года назад денежный оборот «Домострой» составлял смешные для строительной компании 169 тысяч рублей. Но в 2015 он вырос полторы тысячи раз – 264 миллиона. Таким объемом средств компания распоряжалась всего год назад. «Домострой» – это лишь часть большой корпорации. Она называется «Юлия и компания». В ее структуре еще больше десятка омских фирм. Они работают почти во всех сферах – от стоматологии до производства стройматериалов. Специализация «Домострой» – строительство социальных учреждений. За 3 года компания реконструировала лицей номер 149, возвела пристройку под детский сад и построила школу на улице Мельничная. В основном за счет кредитов, как и в случае с поликлиника на Левом берегу, не обошлось без банковских займов. Получается, собственных средств у фирмы не было. Кроме уставного капитала в 30 тысяч рублей. Но, по всей видимости, это не помешало компании выиграть контракт на 83 миллиона ООО «Облстройзаказчика» – бюджетного учреждения, которое и курирует стройку. Важная деталь – руководители этой самой структуры в разное время были совладельцами домостроя. Так, экс-директор ООО «Облстройзаказчика» Вадим Сдоренко, который покинул пост как раз после скандала, связанного со строительством поликлиники, владел 14% фирмы, а нынешнему главе ведомства Алексея Ильиных принадлежало уже четверть компаний. По всей видимости, связи у Павла Оркиша достаточно. Впрочем, и недостроенных или брошенных зданий за ними числится. Среди объектов, за которые он тоже хотел взяться, но не выиграл конкурсы – новый корпус ОМГУ и бассейн политехнического института. Продолжение следует...